Молодежь, которая поет. В Мурманске состоялся первый этап городского студенческого конкурса вокала «Мурман Вижен». Участники исполнили свои любимые песни, увидевшие свет в период с 60-х по 90-е годы. Конкурс продлится до 20 мая, а лучшего вокалиста среди студентов выберет профессиональное жюри. 90-60-90. Эти цифры сегодня обозначают нестандарты красоты. Это название этапа городского конкурса вокала «Мурман Вижен». 18 участников должны профессионально исполнить свои любимые песни периода 60-х-90-х годов. Жанры самые разные от композиций отечественной эстрады до зарубежных романтических баллад. Следить за ними и оценивать выступления будет профессиональное жюри, которое тоже тщательно отбиралось. У нас есть профессиональное жюри, это педагоги, это вокалисты, это звукорежиссеры, это музыканты, которые оценивают наших участников с профессиональной стороны. И у нас есть определенные критерии, по которым они, соответственно, их оценивают, выставляют им оценки уже, которые с ними работают. Жюри у нас будет постепенно пополняться. На финале всех ожидает, конечно же, сюрприз. Для победы важно не только хорошо петь, но и уметь работать с публикой. Конечно, на мастер-классах в ходе конкурса участников учат не робеть, стоя на сцене перед полным залом. Однако справляются с волнением не все. Да и образ, который соответствует исполняемой композиции, дается не всем и не сразу. Молодым артистам, прежде всего, конечно, сложнее всего дается контакт со зрителем. Потому что они в себе, они еще не умеют работать со зрителем, не умеют работать с залом, не совсем, может быть, понимают то, что они поют, зачем они это делают. И это видно сразу, соответственно, с волнением. Многие не умеют справляться. Ну, это такие чистые человеческие, скажем так, физиологические факторы. Конкурс вокала не школа. Его задача не научить, а поддержать и развить потенциал начинающих артистов. А потому отбирали в первую очередь тех, у кого опыт выступлений уже имелся. Мария Беленко – студентка МАГУ. Она не профессиональный исполнитель, но уже выступала перед зрителями. В последние годы свое увлечение забросила. Так что «Мурман Вижен» для девушки, можно сказать, возвращение в семью творческой молодежи. Перед жюри Мария выступает с песней «Там, где клён шумит» Юрия Акулова. Композиция, начиная с вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица», входила в репертуар многих артистов. Однако девушке особенно приглянулось ее исполнение Ларисой Долиной. Поэтому и образ Мария выбрала соответствующий. На суд жюри она вышла в длинном ярко-красном платье в пол. Композиции в моей жизни были и посложнее. Но каждая песня по-своему трудна и по-своему проста в чем-то. В песню главное вжиться, чтобы она соответствовала самой тебе. Чтобы ты ее понимала, ты проживала ее сама. И тогда будет легче петь, и процесс исполнения только в радость будет для себя самой. Среди композиций, звучащих со сцены, не только репертуар отечественной эстрады. Студентка Мурманского колледжа искусств Ирина Бельчукова исполняет песню финской металл-группы «Найтвиш» «Спящее солнце». Эта песня поклонникам известна в первую очередь мощным оперным вокалом солистки Тарьи Турунен. Подготовка к исполнению песни «Слипин Сан» делом оказалась непростым. Ирина занимается хоровым пением, а такие произведения нетипичны для колледжа искусств. Тем не менее, занятия в хоре голосу Ирины добавили силы. Опознание в технике, помогающей скрыть небольшие недостатки в исполнении, сделали выступление начинающей певицы действительно захватывающим. Голоса у всех неидеальные. И у кого-то рассчитан на верхний регистр, у кого-то хорошо получается нижний. И если что-то не получается, допустим, у меня слабоват нижний регистр. И можно его петь тише, на опоре, и связать это с эмоциями в песне. То есть эта песня именно в плане динамическом, она очень выгодная для меня. И что и эмоции можно показать, и динамику ее можно сделать интересной. Языковая просвещенность участников тоже сильное подспорье. Помимо песен на английском, знанием которого сегодня удивить сложно, со сцены прозвучала и баллада на французском языке. Студентка Мурманского гуманитарно-экономического института Татьяна Иванова остановила свой выбор на песне Сальвадора и Адама по двум причинам. Композиция подходила по временному периоду, заданному этапом конкурса. А еще песня очень нравится маме девушки. Сложностей с французским языком тоже не возникло. Для подготовки хватило знаний школьной программы. К выступлению девушку готовили преподаватели школы искусств Рослякова. А мешало, в первую очередь, волнение. Что самым сложным оказалось? Наверное, слушать, как исполняют свою композицию другие участники, довольно неплохо. Вот это немножко дает тревогу, и ты волнуешься за то, как выступишь ты. Каждый участник конкурса хорош по-своему. Жюри придется сделать непростой выбор, чтобы в финале конкурса назвать единственного победителя. Но перед этим участникам и организаторам Мурман Вижн предстоит еще долгая дорога. Впереди два этапа, затем полуфинал и итоговое выступление финалистов. Лучший конкурсант получит почет и уважение и, конечно же, ценные призы от организаторов Мурманского городского студенческого совета и Центра гражданских инициатив. Что вручат победителю, пока тайна. Но, по словам организаторов, приз поможет его обладателю и дальше развивать свой творческий потенциал.